Передо мной улица, которая называется Ленинградская. И вот напротив, через улицу, есть жёлтое здание с белыми колоннами. Ну, зелень его закрывает, его не очень видно. В этом здании была Лютеранская церковь Святой Елизаветы. Сейчас в этом здании находятся службы водоканала. Службы водоканала там находятся не просто так. А напротив, вот через улицу от этой бывшей Лютеранской церкви, есть интересное здание, тоже жёлтое, тоже с колоннами. Похожее на какой-то храм, но это здание чисто утилитарного значения. Это здание водокачальной машины водопровода. Это было требование Николая Первого, чтобы новое здание, в котором будут размещаться резервуары для водопровода, находилось на таком же расстоянии от улицы и было похоже на эту церковь. Ну, чтобы вот они перекликались, чтобы была такая симметрия. Это его заботило. И здание, ну, как-то непромышленное, да, а для хранения воды, для водопровода построили вот очень похожим на эту самую Лютеранскую церковь. Вот тут небольшой фонтан перед зданием. Потом... А, вот это здание построено в 1837-1839 году, а позже, когда воды для города, а город расширился, воды требовалось больше, нас сделали надстройку, и тогда уже это здание изменило свой внешний вид, оно стало выше, ну, а до того оно было вот таким вот спортом. Сейчас в этом здании людей. Вот водопровод, кстати, появился, ну, достаточно рано, по крайней мере, в 1730 году деревянные трубы заменили на чугунные, то есть к этому времени водопровод уже был. Вот, вот так можно ему наконец-то показать. Вот, вот так вот. Вот, в этом здании находилась водокачальная машина, которая поднимала воду в резервуар, расположенный вот там на втором этаже. Точнее, резервуара было два. Один предназначался для того, чтобы снабжать флот в военной части, а второй для того, что для городских нужд. Вот, вот написано памятник архитектуры башня городского водопровода, построенную в 1836-39 годах, военные инженеры, лебедев, татаринов, перестроена. В 1870-87 годах, граница государства. Вот, значит, с помощью водокачальной машины вода поднималась в большие резервуары, а потом уже самотеком, по трубам перемещалась, ну, по трубам в городские дома. Тут вот небольшой такой фонтан, водопад. Что-то он изображает, жемчужину, наверное, какую-то. Жемчужина не крутится. Вот, водой пользуются голуби сейчас. Еще здесь есть небольшая скульптура, которую, как водится, любят туристы, это скульптура водовоза. Она не такая динамичная, как в логии водоканала, который в Петербурге. Вот, его иногда называют фонтаном, но, по-моему, это чистый водопад. Потому что вот изображен водовоз, который поднялся на скамею, по ступенькам, и в бочку выливают воду. А вода тоже выливается из бочки. Скульптура невысокая. Очень любят туда, все, кто фотографируется, подниматься по этой лесенке, с ним кем-то там и обниматься, и все такое. Фотографируешь? Нет. Вот тут вот. А вот как ты говоришь? Лицо у него очень серьезное. Андрей, ну ты меня фотографируешь или это? Мне не надо это. Мне надо вот, чтобы с этой стороны было. Ты что, не понимаешь, что ли? Вот отсюда фотографируешь. Я не понимаю. Тут небольшой сквер, молодые каштаны. Разрастутся потом. Еще забыла сказать, что в 1910 году в Кронштадте впервые применилось хлорирование водопроводной воды по рекомендации одного из врачей Кронштадтского госпиталя. А потом, именно в Кронштадте прекратили хлорирование воды и стали делать ионизацию воды. Вот сейчас я поднимусь к еще одному интересному объекту. Это солнечные часы, у которых стрелкой, которая дает тень, служит якорь старинный. Вот такой вот. Вот здесь установлено, ну что это, роза ведров, север, юг, запад, восток. А по окружности расположены цифры. Вот и стрелка этого, как сказать, ну часть, деталь якоря дает тень. Как по стрелке. Вот. А еще здесь расположены маленькие часы, по которым можно увидеть время в разных городах. Это Лос-Анджелес. Кусочек Лос-Анджелеса отломали. Есть какой-нибудь хоть целый? Это у нас что? О, Магадан. А, Мель. Так что, Тернея, Мельбурн, Магадан и еще что-то. Вот это здание водокачальной машины. И можно лишний раз убедиться, что раньше делали элегантными даже промышленные или чисто технические здания. А сейчас, по-моему, вообще стройно изучились особенно памятники. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok